Все заменить галстук на бабочку. А Георгу подарили бабочку, извините? Если Георг придет к такой бабочке, он уйдет. Я разрешаю американскую символику только американским гостям. Сергей Сергеевич, вы мне скажите, признание Бутины, это означает что? Это как бы конец вот этой вот истории или это начало новой истории, потому что теперь как бы Дональду Трампу предъявят новые обвинения? Вот подтверждение вмешательства русских. Это конец истории, поскольку Бутина, ну реально она никаких секретов нигде не выискала, да, и, собственно, серьезного вреда Соединенным Штатам она не нанесла. И поэтому на этом все и закончится, ее действительно через какое-то время депортируют в Россию. Вот, например, когда я приезжаю в Америку последние полтора года, меня по полчаса, иногда даже по часу допрашивают на границе, смотрят мой телефон, ищут мои связи с этими, с российскими спецслужбами, значит. Ну, поскольку у меня хватает ума... Ну, поскольку вы человек бессмысленный для российских спецслужб, вас отпускают. Поскольку, значит, у меня хватает ума не работать ни с какими, значит, этими органами, ни теми, ни этими. Я как Колобок от бабушки ушел, от дедушки ушел. Вот, поэтому... А вы помните, если все кончил реально? У меня ничего не находят и никаких обвинений не проявляют. Сергей Сергеевич, Борис Борисович правильно говорит, Колобок плохо кончил. Хорошо, Виктор, а вы могли бы нам объяснить, что нет никакой сделки между Америкой и Китаем? Вот когда я ехал, значит, из Домодедова в Останкино, я давать читать, значит, всю зарубежную прессу по поводу сделки, так называемой... Долго вы ехали, если бы. Долго, да. Всю прессу почитали. В общем, долго я ехал. Итак, что вы... На самом-то деле, просто запущем процесс переговоров. Он закончится к первому марта. Сейчас просто в СМИ уходят некие сливы о том, что Китай предлагает, допустим, сократить пошлины, Америка предлагает это. То есть идут просто сливы в прессу о возможных шагах и действиях, но никакого документа, ничего не подписано. То есть ваш сосед справа рано радуется? Конечно, абсолютно. А какую быть президентом? Хорошо. Можно теперь человеку из Домодедова? Да, да, да. То есть не так все? Нет. В Америке постепенно идут признаки кризиса. Признаки кризиса? GM уволил, уволил, там, несколько сотен тысяч человек. Он закрыл фабрику. Кто? GM, General Motors. Когда он уволит? Да, то можно? Потом, потом, дальше... Он собирается уволить? Потом, дальше растут эти, как они, пузыри на финансовом рынке. Дальше, эти республиканцы, они отменили многие регуляторные нормы, введенные законом Дода Фрэнка в 10-м году после кризиса восьмого года. Вам зарплату хоть платят еще пока там, по-менее? Ну, университет Радгерса исправно платит мне мою небольшую зарплату, поскольку я, как бы, основная у меня работа, это я учусь, я студент, а преподаю я просто по совместительству. Но, слава богу, университет... То есть тут вы не чувствуете каких-то там... Нет. Кстати, для вузов даже кризис лучше, потому что, когда кризис, все идут учиться в университеты, и университетов больше денег от студентов, которые платят за обучение. Поэтому для вузов кризис, на самом деле, очень даже хорошая штука. Если кризис...